Музыка По выходу с Крыма слышал я много таких разговоров, что вот вы сдали Крым без единого выстрела. Хотел всем доказать, с морской пехотой Украины надо будет считаться. Музыка Что морская пехота Украины, по крайней мере мой батальон, это агрессивная сила. Что мы умеем вести боевые действия. И будем вести не настолько, столько надо. Ребята, есть! После учебы я пришел служить в село Перевально. На тот момент это был 84-й отдельный механизированный батальон. Был один из наиболее боеспособных сухопутных компонентов в военно-морских силах. Была реорганизация. То есть нас с отдельных батальонов уже сформировали непосредственно 36-ю бригаду. Вот нас переименовали уже горно-пехотный батальон. Пал подраздел до капитана Сикози. Был у него командиром взвода. Он оказался очень хорошим командиром. Малый авторитет среди своих подвесных. Так он был командиром 3-й гирской пехотной роты. Постоянно выходы в горы с командиром батальона. Ну, всем подразделениям батальона, скажем так. На неделю мы ходили, на 5 дней ходили. Ну, тоже боя подготовка шла. Очень насыщенно. С Виктором Санычем я прошел не одно учение. И я был наводчиком, оператором БМП-2. Виктор Саныч в мене, как обычно, был командиром БМП. На тот момент я находился в отпуске. Это как раз полный рост, когда горел Майдан. Позвонил командир батальона, подполковник Головашенко. Говорит, давай, Виктор Александрович, отпуск для тебя закончился. Приезжай в расположение батальона. По приходу так званых зеленых человечков в Крым, наш батальон подняли по тревоге и отослали в парк. Была произведена полностью укладка всего боекомплекта БМП-2, потому что батальон наш, штатное вооружение, это было БМП-2. Зарядились полностью все матросы, зарядили полностью технику. Четыре полноценных рода, усиленные танковым взводом. Ну и тысячи вооруженных человек. Это полностью всего лично застава бригады. То есть такой силой, в принципе, мы могли дать довольно достойный отпор врагу. Жена ко мне приезжала уже, когда мы находились в оккупации. Проведывала, поддерживала всякими способами. Она офицерская жена, конечно. Ее тоже можно понять, ей очень тяжело, я тоже ее за это очень ценю. Вот, потому что так получается, что папы дома нет, и сына приходится растить самой, грубо говоря. Вот. Ну, по крайней мере, она никогда не падает духом. За что я ее очень сильно люблю. Вот. Ну, жена оставалась в Херсоне, уже ждала меня в Херсоне, когда мы уже вышли на материковый чат. После очередных офицерских сборов, которые проводил командир бригады, клуб бригады, в принципе, стало понятно. Тогда как раз уже проводился референдум, перед референдумом, то есть командир бригады дал мне однозначно понять, что оккупированы мы Российской Федерацией непосредственно кадровыми русскими военными. Вот. И что надо, переходить на их сторону. Виктор Саныч общался и с личным составом по поводу того, чтобы не предавать Украину и не переходить на русскую сторону. С командирами РОД непосредственно велась работа уже с замами командиров бригады. Вот. Лично со мной общался подполковник Бойко в клубе бригады. Вот. На что ему включили песню, там, как мы сможем победить, если нас легко купить. Он в ужасе умчал оттуда. Когда уже сказали, что мать, чтобы делать выбор, у него даже не было, стояло даже у него вопрос. И он своим, так сказать, харизмой повел за своих людей. Своим подчиненным я сказал, что служба продолжается дальше, нас ждут еще великие дела впереди. Панику не поднимать, все собирают вещи, все выходят на материковую Украину и все продолжают дальше служить своему государству. По прибытию в Николаев разместили нас в Очакове, дали отдохнуть в санатории. Ну а после этого дальше уже продолжилась служба. Мы встречали нашу технику, которую оккупанты передавали нам с Крыма. Всю разбитую, раскуроченную. Подписали то, что им, как они считали, не нужно там, в Крыму. И в мае мы уже убыли. Создалась наслодная ротная тактическая группа. Мы убыли в Приднестровье. Поменяли там 79-ю бригаду. Встали на блокпосты, потому что на тот момент в Одессе тоже были довольно сильные колебания. Непонятно происходило. И, в принципе, принесли там службу до сентября месяца. Когда подразделения морской пехоты могли всего отправить ротно-тактическую группу в 2014 году, в один из моментов времени именно Секоза возглавил эту ротно-тактическую группу. Приехали мы на тот момент в Толоковку. Гнутова занимала ротно-тактическая группа. Держала оборону Мариуполя. Когда обстреляли восточную. Мы увидели, как выехало четыре установки Града. Стреляли они тогда по блокпосту, который стоял при въезде в Мариуполь на Новозовской трассе. Я выгнал тогда танки, 17-й танковой бригады. И два Града мы уничтожили. Те, которые обстреливали, это восточный. После того, как он проявил себя в районе Гнутова, Толоковки, я предложил ему должность сначала состязаместителя командира батальона. Уже в этой должности он первый, который в 2015 году помогал деблокировать подразделения Азова и Донбасса в Широкино. Перед тем, как отправить хлопцев на такие завдания, выходил сам на боевые. Заходили в село невеличкой группой. Он оценивал ситуацию. И потом планировал с командирами взводов, с командиром роты, эти операции, которые проходили у нас по захвату села. При таких действиях это было очень продумано. Это далекий комбат. В городских условиях воевать, скажем так, довольно-таки сложно, потому что не знаешь, какой дом несет в себе какую-то угрозу. В городе тяжело вести бой, потому что нема алгоритма своих действий. Читкого. То есть, если ты сплануешь, то 90% пиде не так. С противником огневые контакты мы вели на расстоянии где-то 70-100 метров. То есть очень близко. Большинство людей из этих мужчин часто вообще в первый раз в таких боях. Ну, нормально разработана тактика. Забрали свое село до нашу Украину. Боевой работы батальоном сделано очень много. Около 4 км удалось продвинуться благодаря командам и задачам Виктора Станича. По качеству выполнения батальоном задач во главе с его командиром, мы все можем судить по тому, как трепещит враг, который находится напротив этого батальона. Боевой дух на высоком уровне. В принципе, все готовы дальше защищать свою страну, свою родину. Все ждут с нетерпением, когда уже Сашка Захарченко достанет большую сковородку. Я, как он обещал, на сверхпожаре здесь, в Мариуполе. Так что, Санек, давай, доставай сковородку. Доктор, я тебе открою один секрет. Цивилизованный странок, Саня. Люди пользуются теплонным покрытием. Так что мы не пригораем. Так что, давай. Командир дуже грамотный, дуже волевый. Он никогда не боялся дать команды на ответный огонь, если урожает опасность. Комбат такой, как должен быть комбат. Он может быть срезком, но для комбата он счастлив. Он не знает, как он может быть. И смотрится на нашу. Личный состав очень уважает своего командира. Тут спору нет. Я очень сильно горжусь своим личным составом. Они действительно настоящие воины. Отчаянные, смелые, решительные. Не боятся ни трудностей, ничего. И всегда готовы идти вперед. Если мы не закончим здесь, то мы никогда не доберемся до нашего Крыма. Так что задача нам тут побыстрее закончить здесь и уже непосредственно возвращаться в Перевальное. Продолжение следует...